Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы хотим познакомить вас с замечательной книгой Марины Зельдиной «Приключения мыльного пузырика Афанасия». На первый взгляд кажется, что книга предназначена для младших школьников, однако это не совсем так. От страницы к странице вместе с Афанасием начинаешь задумываться о смысле жизни, что не оставляет равнодушными и взрослых. Книга состоит из трогательных и добрых историй, заставляющих думать. Эти авторские мини-сказки некоторым покажутся необычными и даже странными, но, несомненно, одно – книга припитана добротой, теплом, любовью и удивительным воображением. Мыльный пузырик Афанасий родился в ванной. Его мама – кусочек мыла, а папа – вода. Афанасий много путешествовал, много читал и научился понимать людей, с которыми он иногда разговаривает. Когда люди пугаются этого, Афанасий очень расстраивается, ведь его главная мечта – быть понятым. Как вы думаете, в кого может влюбиться мыльный пузырь? Воздушный шарик или мяч? Во что-то непременно круглое и похоже на него? Нет, в этой книге все непредсказуемо. Афанасий нашел родственную душу кусочек белого меха Анфису. Анфисин папа – длинный шортяной полосатый шарф с усами. Они поселились в стеклянной банке из-под печенья, и недавно Афанасий сделала Анфисе предложение, и она ответила «да». А какие же мечты могут быть у мильного пузыря, сидящего в банке? У Афанасия много желаний – сшить новую жилетку, почистить кольцо, подаренное ему одной пожилой леди, наловить пузырьков. Однажды он даже хотел стать уличным фонарем, длинным и изящным, стоял бы вот так на улице и светил. Еще он мечтает о дочке Агате. Она была бы маленькая, кругленькая, радужная, с меховой челочкой, как у мамы, похожая на Афанасия и Анфису поровну. Иногда Афанасий расстраивается, что он как-то неправильно мечтает. «Я не могу мечтать», – делится он с Анфисой. «Глупенький, ты просто очень-очень счастливый», – утешает его любимая. А вы знаете, какие сны снятся мыльным пузырям? Например, Афанасию однажды приснилось, что он был очень счастливой каплей морской воды. Каждый вечер счастье переполняло его настолько, что он хотел поделиться им со всеми, обнимал людей и заглядывал им в глаза. Но люди только отворачивались и с досадой терли лицо руками, думая, что в глаза попала вода. Каждый во сне он был желтым воздушным шариком, который мог заглядывать через плечо читающим людям. Они не отмахивались от такого Афанасия. Наоборот, улыбались и радовались ему. Но вдруг в кафе он увидел маленький кусочек белого меха, свою Анфису, и решил подлететь к ней. Но не смог. Женщина с мальчиком крепко держали его за веревочку. Афанасий даже проснулся от страха не увидеть больше любимую. Поэтому вечером, готовив свое любимое варенье из усиков винограда, где по рецепту нужно нашептать что-нибудь важное, секрет или желание, Афанасий загадал никогда не ссориться и не расставаться с Анфисой. Но главная мечта у него осталась – быть понятым. Ведь люди не замечали и не слышали пузырька. А это так важно иметь друзей, которые тебя понимают. Об этом рассказ Афанасий идет в гости. Однажды мыльному пузырьку попался на глаза листочек орешника, на котором было написано «Дорогой друг, приглашаю тебя на чашечку чая. Ёж». Афанасий задумался. Кто такой этот Ёж? Почему он приглашает его на чай? А если это сегодня, было вчера, и Ёж уже выпил весь чай и теперь пьет простоквашу? И почему он не пригласил других ежей? «Мне кажется, ему очень одиноко. Мы должны пойти», – сказала Афанасию и Анфиса. Ёж сидел за столом и пил простоквашу. Он очень обрадовался гостям. «Я думал, совсем-совсем никто не придет», – печально сказал Ёж. «Я столько листьев нырвал, столько писем написал, и никого. Наверное, у меня адрес сложный». Ёж достал из шкафа чашки и блюдца, выставил на стол мед и орехи. Ёж пил чай шумно, фыркая и причмокивая, и каждая его иголка светилась от счастья. На прощание друзья обнялись, и Афанасий с удивлением для себя заметил, что иголки Ёжика совсем не колются. «Знаешь, у него совсем не страшные иголки», – пробормотала Афанасия и Анфиса засыпая. «Давай с ним дружить». Книга Марины Зельдиной полна необычных событий и неожиданных поворотов в судьбе пузырика Афанасия. Перелистывая страницу, вы смотрите на героя, полюбившиеся книги глазами разных персонажей. Ощущаете себя то его подругой Анфисой, то одиноким Ёжиком, который мечтает завести друзей, то маленьким Пёсиком-пылинкой, ожидающим вместе с Афанасием весеннего тепла. И как прекрасно, если у вас есть теплые воспоминания, которые сокрывают вас холодным днем. Чтобы не замерзнуть, их нужно почаще доставать, а затем аккуратно складывать их в ровную стопочку. Читая эту книгу, обязательно достаньте с ребенком ваши теплые воспоминания. В этой книге удивительно все, ведь если очень захотеть, можно даже поймать радугу и солнечный лучик. Они случайно могут зацепиться у тебя за пуговицу. Жизнерадостный, добрый, отзывчивый и готовый всем помочь пузырика Афанасий, везде находит новых друзей. Так он познакомился с червяком, который попросил его покатать. Он оказался пушистым и добрым, и от радости не переставая говорил «Иф, иф, иф». Он показал Афанасию вербу, такую же мягкую и пушистую, как его песик Пылинка. Как вы думаете, какие звуки издает верба, когда ее гладят? От удовольствия она мурлычет. По вашему мнению, о чем мечтает Эха, живущая в колодце? О супе. Это очень удивило Афанасия, ведь, по его мнению, Эха – это бесплотное существо, живущее в горах. «Я много где живу», – важно ответила Эха. «И совсем я не бесплотное. Знаешь, как иногда супа хочется, а всем разница только». Конечно же, Афанасию угостило Эха лопушиным супом. Ведь если ты можешь исполнить чье-то желание, непременно нужно это делать. О помощи другим, о том, как не надо оставаться равнодушным к чужой беде, рассказы душа и поиски. Однажды Афанасий находит физалис. Это такие ягоды родом из Южной Америки. Ёж поведал, что бабушка рассказывала ему, что души людей похожи на физалис. Когда они их теряют, то засыхают и умирают. «У каждой души должен быть человек», – ответил на это Афанасий и отправился на поиски человека. «Который потерял эту душу». «Но как понять, есть внутри у человека душа или нет?» «Может, люди с душой светятся, как физалис», – предположил червяк. Афанасий искал людей и заглядывал каждому в глаза. Там было разное – мусор, горы ненужных бумаг, вазочки с клубникой, конфетти и золотые монеты. И вдруг Афанасий едва не провалился в человека. В его глазах была пустота. Афанасий потрогал тишину. На ощупь она походила на сухой лишайник. «Пойдем, мы тебе душу нашли!» А бездушенный человек не реагировал. «Анфиса, он меня не видит и не слышит», – с отчаянием сказала Афанасий. «Люди почти никогда тебя не видят и не слышат, но они знают эхо, только то, что вторит им». Поражает, как начинающий автор в столь осязаемой форме донес до нас, читателей всех возрастов, эту мысль. У Афанасия получилось вернуть человеку душу. Теперь человек часто приходит на опушку. С тех пор, как внутри начала разгораться душа, он понял, как это, согревая других. Оказывается, если делиться теплом с кем-то еще, его не становится меньше. Книга Марины Зельдиной «Принозительная и очищающая душу». У хрупкого мыльного пузырика Афанасия можно научиться доброте, искренности, отзывчивости, взаимопомощи, неподдельной любви и дружбе. Рекомендуем эту книгу к прочтению и обсуждению в семейном кругу, взрослым и детям. Книга стала лауреатом конкурса «Новая детская книга», который состоялся в Москве в 2015 году. Среди прочих авторов оказались Мария Вершацкая, Олег Рой, Екатерина Матюшкина, Андрей Усачев и другие. Их произведения также о приключениях таких непохожих, но верных друзей. Читайте светлые и добрые книги. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok